Сегодня у нас в меню опять мясное блюдо. Будем готовить котлеты в яйце, но вообще в Корее это называют не котлетами, а блинами, мясными блинами. И потребуется нам для этого два вида фарша. В принципе, вы можете использовать и один вид фарша любой, говяжий или свиной, по вашему выбору. Но, конечно, когда мы используем два вида фарша, это гораздо вкуснее. Обычно делают так, говяжий фарш 150 грамм в данном случае и свиной фарш 150 грамм. То есть, мы смешиваем их в пропорциях один к одному. То есть, в общем, у нас сегодня 300 грамм фарша. Также нам потребуются следующие овощи. Один красный или зеленый перец чили или можно смешать и тот и тот, использовать пол зеленого, пол красного. Так будет и красивее и вкуснее. Также лук. Одна четвертая. И нам нужен будет чеснок. Пол столовой ложки. Это приблизительно где-то 3-4 дольки чеснока, в зависимости от их размера. Сначала займемся чесноком. Его нужно измельчить. Как это сделать? Сделаете ли вы это ножом или измельчите, перемелите его в блендере? Это на ваше усмотрение. После того, как измельчаем, добавляем фарш. Затем лук. Лук тоже нужно измельчить. Можно перемолоть его в блендере, можно измельчить его ножом. Я это делаю ножом и показываю, как это удобнее всего сделать. После того, как вы нарезали кубиками, еще больше измельчите. То есть как можно более мельче. И затем тоже добавляем лук в фарш. Перец чили красный или зеленый или тот и тот мы сначала разрезаем вдоль напополам. И затем нужно будет удалить все семена и прожилки. Удобнее всего делать это маленькой ложкой чайной или кофейной. Вот таким вот образом. И затем мы сначала нарезаем это мелко и далее опять измельчаем. Можно сделать это ножом, можно сделать это в блендере. Как вам удобно. Перец может сжечь руки, будьте аккуратны. Измельченный перец чили тоже закладываем в фарш. Теперь нам нужно будет добавить остальные ингредиенты, уже специи. Соевый соус мы добавляем в объеме 1 столовой ложки. Это у нас на 300 грамм фарша. Приведены пропорции специй. Затем добавляем мирин, рисовое вино, 1 столовую ложку. Если у вас нет рисового вина, можно просто заменить это на водку, например. Далее сахар, пол столовой ложки. Можно использовать любой подсластитель по вашему выбору в тех же пропорциях, например, стевию. И кунжутное масло, пол столовой ложки. Мы с вами добавляем. И теперь нужно все хорошо перемешать. Перемешиваем мы достаточно долго, чтобы достичь однородности массы. Но на этом не заканчивается добавление ингредиентов. Нужно еще добавить нам с вами клейкую рисовую муку, если у вас такая имеется. Или же можно использовать крахмал, как кукурузный, так и картофельный. Или же обычную пшеничную муку в объеме 1 столовой ложки с половиной. Добавили и все хорошо перемешиваем. Причина, почему используется рисовая мука, потому как это придает особую мягкость. Поверьте мне, что если вы попробуете приготовить с обычной мукой крахмалом и рисовой мукой клейкой, то вы увидите разницу. Будет необыкновенно очень мягко. Это по текстуре. Теперь, отставив фарш в сторону, мы займемся яйцами. 2-3 яйца. В зависимости от их размера, если яйца большие, то 2 штуки, если они средние или маленькие, то 3 штуки. И потребуется нам глубокая емкость и сито. Лучше, если сито будет железное, потому что нам нужно просеивать через сито яйца. Мы прямо разбиваем их на сито. И затем удобно использовать азиатские палочки, но можно, в принципе, взять и ложку, и все что угодно. Мы начинаем взмешивать яйца, одновременно процеживая их через сито. Со дна сито мы собираем яичную массу, чтобы она стекала в посуду. Вот то, что не захочет проходить через сито в самом конце, это нам не нужно. И теперь показываю, как удобнее всего можно по-быстрому сделать необходимую форму для котлет. В принципе, вы можете по-обычному скатать шарики желаемого размера и потом придать им уже из шарика сделать форму котлеты. Но если вы не хотите пачкать руки и хотите, чтобы все произошло быстро, как на конвейере, то тогда удобно брать 2 столовые ложки и вот таким вот образом придавать форму таких вот маленьких котлеток. Для чего мы процеживали яйцо, забыла сказать. Это нужно для того, чтобы, во-первых, оно было как можно мягче, а во-вторых, чтобы цвет получился как можно более желтый у наших блинчиков. Далее мы нагреваем с вами сковороду с растительным маслом. 2 столовые ложки будет достаточно, по необходимости масло можно подливать. И теперь, окунув в яйцо наши подготовленные котлеты, блинчики, как их называют в Корее, мы выкладываем их на нагретую сковороду с нагретым маслом. Вообще, если у вас есть, то очень хорошо добавить периловое масло. Это придаст особый вкус. Совсем немного, где-то пол столовой ложки. Жарим мы эти блинчики до золотистого цвета и делаем это на тихом огне, чтобы успели они пропечься внутри и в то же время хорошо поджарились, но не подгорели снаружи. И когда с двух сторон у нас все с вами хорошо поджарено и пропеклось внутри, то все, блинчики готовы. Снимаем со сковороды и выкладываем их красиво на тарелку. Традиционно они подаются на плоской плетеной корзине. Вообще, если вам недостаточно солено получилось, то можно подавать это соевым соусом и окунать это в соевый соус. И так это есть. Вообще, это блюдо относится к праздничным и часто готовится в Корее на празднике. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты.